Я предлагаю Тимофею Витальевичу Нижегородцеву и Александру Кузину занять свои места здесь. Елена Анатольевна, благодарю с Германом. И мы переходим к следующей регуляторной сессии. Федеральная антимонопольная служба стала еще более органом, обладающим гораздо большими полномочиями. И сегодня вы слышали, Тимофей Витальевич и представители Совета директоров АРФП, и со стороны других выступающих высказывалось о беспокойности относительно регулирования цены. И я думаю, Александр тут на эту тему выскажется. Поэтому, коллеги, пожалуйста, вам слово, но с соблюдением регламента, который мы обязаны обеспечить. Поэтому, пожалуйста. Спасибо большое. Приветствую всех в этом зале. И с чего хотелось бы начать? Во-первых, поблагодарить даже не столько организаторов, а тех трех представителей власти, которые сюда пришли. Если мы увидели сейчас двухмерную картинку, то, я надеюсь, Тимофей придаст глубину этой картинке, и мы узнаем много нового интересного. И первый вопрос, который бы я хотел задать, как раз касается локального производства. Потому что то, что сейчас происходит, вот то, что было как раз в первой части данной сессии, получается так, что наше государство создает какие-то преференции. А создавая преференции, оно ограничивает конкуренцию. Тимофей Витальевич, скажи, пожалуйста, как это правильно совместить? Как пройти между тем, чтобы с одной стороны ограничить конкуренцию, а с другой стороны создать какие-то преимущества для локального производства? Ну, очевидно, что, как бы, вот, не знаю, если кто-то помнит философию, есть такие опори и Зенона, это неразрешимое противоречие, как бы, да, которое невозможно разрешить. То есть, вот, я когда был совсем юный, как бы, ходил и придумывал свою опорю, как бы, вот, моя версия звучала в том, что абсолютной истиной является то, что абсолютных истин не существует, понимаете? Да, вот, и в этом смысле, как бы, получается, это два таких абсолютных утверждения, которые противоречат друг другу. И в этом смысле конкуренция, это очень важный, как бы, экономический процесс, который приносит преимущества, но очень важно, чтобы, как бы, это находилось в разумном балансе с безопасностью, с экономической безопасностью, лекарственной безопасностью, вот, и нахождение этих сложных балансов, это как раз наша работа. Вот, что касается различных инициатив, которые были, почему они были нами поддержаны, ну, например, тот же самый третий лишний, вот, вообще, как бы, первоначально, изначально, вот, предложения-то заключались в том, что, вот, если есть российский производитель, зачем нам все остальные, да, как бы, и в этом смысле мы, как бы, говорили о том, что конкуренция должна, как бы, быть на уровне российских производителей, в том числе, даже если мы хотим кого-то поддержать. То есть, у нас же, как бы, написано, что это правило третье лишнее работает только тогда, когда у нас есть два российских производителя, а если их нету, они не представлены в аукционе, то это правило не работает, как бы, да, почему? Потому что мы все равно должны получить преимущество от конкуренции даже между российскими производителями, как бы, да, если мы хотим сделать это преимущество. И мы придерживаемся этой позиции. Понятно, что время от времени возникают различные предложения или предположения, смысл которых заключается в том, чтобы не конкурировать. Никто не хочет конкурировать. Ни крупные фармацевтические компании, ни одна компания особо не хочет конкурировать. Почему? Потому что конкуренция это снижение издержек, снижение доходов, работа над собой, новые продукты и весь этот очень сложный процесс. Российские компании некоторые пытаются идти через институт единственного поставщика, единого поставщика так называемого. И здесь ФАС России, у нас есть позиция, мы считаем, что единый поставщик должен применяться только в очень-очень-очень ограниченных историях, которые связаны действительно с военной безопасностью, с крупной большой эпидемиологической безопасностью. И должны быть критерии, по которым мы будем отбирать рынки, на которых может вводиться режим единственного поставщика. Сейчас этих критериев пока нет, есть соответствующее поручение правительства, мы над этими критериями работаем вместе с Министерством промышленности и торговли, с тем, чтобы не было таких рисков, когда ты инвестируешь, что-то там делаешь, производишь инсулин, тут вдруг раз, приходит какой-то единственный поставщик, который даже может на этом рынке и не работать. Он говорит, что я единственный поставщик. Конечно, это не очень правильно, потому что это создает неверные стимулы и сигналы для экономики. Мы не против единственных поставщиков, но это рынки особые, с особым статусом, это рынки, которые затрагивают вопросы национальной безопасности в самом крупном смысле этого слова. Потом специнвест-контракты. Представляете, у нас три производителя инсулинов, всей линейки инсулинов, ультракороткие, продленные, миксы, все такое прочее. Вдруг один из них приходит и говорит, здравствуйте, я хочу получить специнвест-контракт, потому что остальные двое должны умереть, что ли, при этом. И в этом смысле специнвест-контракт, как институт, он прежде всего должен быть направлен на те лекарственные препараты, которые не имеют взаимозаменяемых аналогов. Это инновационные лекарственные препараты, находящиеся под патентом, производство которых не осуществляется на территории Российской Федерации. Понятно, что у них есть какие-то терапевтические аналоги. Мы скоро будем обсуждать новое правило 871-го постановления по перечням, и мы в рамках этих правил предлагаем другую процедуру рассмотрения по включению лекарственных препаратов. В рамках этой процедуры рассмотрения мы будем не плоско смотреть, не двумерно, как мы сейчас смотрели, когда приходит главный университетный специалист, начинает нам рассказывать про то, какой прекрасный препарат, и общественность за, и купечество за, и пациенты за. Давайте-ка его включим в перечень. А что вообще туда уже включено, и что там уже применяется, и может применяться в рамках клинических рекомендаций, мы не знаем. Но вроде как все за, давайте проголосуем. Но вот эта ситуация будет меняться, изменяться. И вопрос о спецненецконтрактах, в том числе в будущем, будет увязываться и с включением в перечни, если вдруг комиссия по перечням, а это прежде всего медицинский вопрос, примет решение, что лекарственный препарат настолько хорош, что он может быть включен в эти самые перечни с гарантированной закупкой, в том числе и в рамках спецненецконтракта. Но это будет только на период действия патента, а вообще не про все и не обо всем. Ну и третья история, это вот сейчас, которая обсуждается, это трехэтапный конкурс, она еще более сложная. Пока контуров этой истории мы не видим, но в целом мы относимся к ней с осторожностью. Почему? Потому что речь идет о том, что в случае, если кто-то производит субстанцию, а все остальные производят перекристаллизацию, упустной контроль или просто поставляют рси, то тот, кто производит субстанцию, получает преимущество серьезное. Это тоже такая история, которую надо обсуждать. Почему? Потому что она несет определенные риски. Вот мы сейчас наблюдаем вместе с Еленой Анатольевной закупки. Видим, что даже первоначальная цена, сформированная с учетом истории предыдущей, то есть это не предельная цена, которая как бы зарегистрирована в процессе регистрации цены, а это первоначальная цена контракта, которая ниже, чем предельная, ниже, чем максимальная цена производителя. Почему? Потому что предыдущие закупки были там на нижнем уровне. И мы видим, что компании даже от этой цены снижают вниз еще как бы больше. То есть получается, что система здравоохранения, экономия деньги, сокращает дефицит этой системы здравоохранения. И эти деньги могут направить в систему, значит, уменьшить дефицитность системы здравоохранения. А вот этот вот трехэтапный конкурс может как бы как раз препятствовать этому. И в этом есть определенная проблема, которую мы будем обсуждать вместе с нашими коллегами. Вот завтра там будет обсуждение в Москве, значит, мы находимся в дискуссии в последнем. Но мы всегда очень осторожно относимся к таким переференциальным режимам и пытаемся найти баланс и сохранить конкуренцию, значит, в рамках этих процедур и процессов. Я рад услышать, что ФАС нас защитит от специнвестконтрактов. Нет, мы не защитим вас от специнвестконтрактов, как бы так. Мы добросовестных производителей защитим от недобросовестных производителей, которые захотят манипулировать российским законодательством и пытаться заключить специнвестконтракты на тех рынках, на которых уже есть конкуренция. Понимаете? То есть правильно я понял, что специнвестконтракт будет касаться только уникальных препаратов? Да, но мы исходим из этого. В этом наше предложение, и пока мы не расходимся в этом нашем предложении с Министерством промышленности и торговли. Вот мы обменялись сейчас, и Сергей Анатольевич сейчас выступал об этом, говорил. Вот мы, значит, обменялись. Мы пока придерживаемся того, что это должно в первую очередь и касаться только, значит, тех лекарственных препаратов, которые защищены патентом и не имеют взаимозаменяемых аналогов. И, то есть, в таком случае, возможно, какие-то обязательства государству по закупкам? В таком случае, конечно же, возможно, обязательства по закупкам. Более того, мы всегда исторически выступали, я неоднократно и здесь говорил, что мы выступаем за долгосрочные контракты, значит, в отношении препаратов, в отношении которых принято решение, что их нужно закупать для государственных программ. То есть они включены во все перечни. И, соответственно, в отношении них бессмысленно проводить аукционы, какие-то конкурсные процедуры, поскольку решение медицинское уже принято, аналогов нет, патентная защита на них есть. И поэтому в отношении этих препаратов можно и нужно заключать долгосрочные контракты. А по какой цене? Эту идею надо всецело поддержать, коллеги, я думаю, да? Значит, цена, естественно, это предмет переговоров. Поскольку долгосрочный контракт, это отдельная процедура, и уполномоченный орган вместе с другими уполномоченными органами должно вести эти переговоры. Лучше всего эти переговоры ввести до включения в перечень соответствующий, поскольку клинические рекомендации и решения, которые принимаются при формировании технических рекомендаций, это как раз те решения, которыми должна руководствоваться, в том числе комиссия по перечням ЖНВЛП. И этот процесс должен быть не разнесен во времени, а он должен идти одновременно. Соответственно, когда медицинская практика говорит о том, что появился новый лекарственный препарат, он меняет картину ведения больного в этой нозологии, получается очень хорошее преимущество и серьезное преимущество. Поэтому давайте включим в клинические рекомендации, посмотрим, сможем ли мы включить это все в перечень, какая будет цена, а поскольку это инновационный лекарственный препарат, то одновременно с этим может обсуждаться условие долгосрочного контракта. Конечно, это должны быть такие, значит, компаративные такие сделки, конгломератные такие, они как бы должны включать в себя весь комплекс этих вопросов, решение этих всех вопросов. Потому что когда вы включили препарат уже в перечень, вам уже сложно вести переговоры по цене, понимаете? Можно, конечно, но требует серьезных усилий. Вот мы недавно вели переговоры по цене с Леонидом Анатольевной в отношении компаний, которые три раза не пришли на конкурс. Ну, тяжелая задача, понимаете? Тогда надо такую комиссию делать, не ту, которую сейчас организовал Минздрав, а включать туда прокуроров, Следственный комитет, понимаете? Еще кого-нибудь. И тогда переговоры по цене нормально проходят. А если там сидят врачи в белых халатах, то переговоры по цене после решения о включении в перечень, они идут очень тяжело. И зачастую безрезультатно, понимаете? С чего-то надо начинать. Я так думаю, через год, возможно, тут тоже появится еще четвертый участник уже в синем мундире. А, ну, мы, кстати говоря, у нас проходит конференция, там, она, не думаю, что она конкурирует, которая посвящена госзаказу в Казани. Там всегда присутствует человек в синем мундире, понимаете? Всегда. Потому что госзаказ – это такая сфера, где требуется его присутствие. Ну, хорошо. Ну, это мы проговорили про то, чтобы не было каких-то дополнительных барьеров. А, может быть, стоит обратить внимание на то, чтобы снизить эти барьеры, было несколько прекрасных идей. Например, принудительное лицензирование, параллельный импорт, или допуск лекарств без клиных следований. Александр, вы серьезно замечательная идея? Или вы так провоцируете аудиторию? Ну, Тимофей Итальевич, сложно провоцировать. Нет, я про аудиторию говорю. Нет, это таким образом, видимо, меня провоцирует. Во-первых, почему? Потому что знают мою позицию по параллельному импорту и позицию в ведомство. Вот. Поэтому мне как бы о чем тут? Аутодофе сделать? А какие-то, может быть, еще есть варианты, каким образом увеличить конкуренцию? Только же конкуренция может снижать цену? Нет, у нас есть много, значит, способов увеличения конкуренции. У нас сейчас мы в соответствии с поручением правительства готовим очередную дорожную карту, план действий по развитию конкуренции в сфере здравоохранения, но там большой раздел будет касаться лекарственных препаратов. Этот раздел состоит из большого количества подразделов. Эти подразделы, такие крупные подразделы, как, например, меры, которые нужно предпринять при регистрации лекарственных препаратов. Меры, которые нужно предпринять при, значит, патентной защите. Меры, которые нужно предпринять при регистрации цены на лекарственные препараты. Меры, которые нужно предпринять при формировании перечней, значит, соответствующих. Меры, которые нужно предпринять там при... То есть есть много, значит, уровней, где нужно предпринять меры для того, чтобы эти меры, значит, дали эффект в конечной точке, а именно в формировании цены. Понимаете? Цены можно снизить только в результате конкуренции. Нет ни одного случая в мире, в мировой истории, когда цены бы снижались административным путем, эффективно, и при этом сохранялись какие-то экономические отношения. Потому что трудно найти очень баланс, связанный с издержками в каждой конкретной компании административным путем. И все страны, которые эффективно снижают цены на лекарственные препараты, действуют исключительно инструментами конкуренции, а не инструментами, не связанными с конкуренцией. А можно обрисовать идеальную картинку, которая будет, ну пусть не до выборов, но после выборов, через 5 лет. Каким образом тогда будет организовано ценовое регулирование? Какая это идеальная картинка? Куда мы идем? Ну, значит, если говорить вот в стиле Мартина Лютера Кинга, значит, так вот, начинает там I have a dream, значит, вот, я уже неоднократно об этом говорил. Конечно, как бы у нас, слава богу, что мы занимаемся самообразованием на рынке лекарственных препаратов, потому что это высоко стандартизированные продукты. В основе вот этого, значит, в основе этой систематики находятся референтные лекарственные препараты. То есть мы, как минимум, должны дать удовлетворительное, значит, определение референтных лекарственных препаратов в 61-м законе. Это раз. Во-вторых, конечно же, как бы референтные лекарственные препараты и ценообразование на референтные лекарственные препараты происходит как раз в рамках этих сложных переговоров, о которых я сказал выше. Но дальше, значит, когда выходят воспроизведенные лекарственные препараты, значит, соответственно, они должны регистрироваться по цене с определенным гэпом вниз. Почему? Потому что единственное преимущество, которое дают воспроизведенные лекарственные препараты для системы здравоохранения, это цена. Никаких других преимуществ воспроизведенные лекарственные препараты для системы здравоохранения во всех странах мира, кроме как снижения по цене, они не дают. Соответственно, это важно понимать, и поэтому вот этот гэп, вот эта лесенка в зависимости от прихода на рынок первого, второго, третьего, четвертого, пятого женерика, вот эти преимущества должны умножаться. У нас не должно быть 200 деклофенаков. Это странно. Со всех точек зрения. Я об этом неоднократно приводил примеры. И в этом смысле это идеальная картинка, когда у нас есть препарат МАЯК, на который ориентируются все остальные производители. И у нас есть хорошие качественные дженерики, воспроизведенные лекарственные препараты по той цене, которую они себе могут позволить, когда принимают решение о регистрации. Вполне может случиться такая ситуация, когда следующий дженерик, который выходит на российский рынок, посмотрев формулу, приходит к выводу, что он должен снизиться по цене на 50%, на 60% ниже от референтного лекарственного препарата. А он не может себе позволить в силу экономических причин, в силу плохого контроля над издержками, слишком дорогих технологий, и он не регистрируется и не выходит. В этом нет никакой проблемы. Нам нужны экономически эффективные производители, которые могут предложить наименьшую цену на лекарственные препараты. И нам, и потребителям, и всем. И в этом смысле нет никакой проблемы в том, что у нас будет 6-7 производителей всего. Но при этом каждый из них будет находиться в очень острых конкурентных отношениях. И все предыдущие на самом деле подстроятся под ту цену, которую предложит последний. Но это будет экономическим путем достигнуто, а не административным. То есть правильно я понимаю, что правило издержки плюс при регистрации отечественного препарата со временем уйдет? Вообще изучение издержек – это неблагодарное занятие. Это не всегда под силу акционерам компании. Потому что главное, что осваивают акционеры всю свою жизнь, после того, как они создали компанию, это как бороться со издержками. Компании этих сотни. Структура издержек у них тоже самая разнообразная. Административный орган не в состоянии этим заниматься. Административный орган в состоянии оперировать какими-то индикативными данными. Цена, которая сложилась на конкурентных торгах в определенный период времени. Цена, которая сложилась у компаний на референтных рынках за пределами Российской Федерации. Цена, которая сложилась у компании в рамках участия в каких-то программах, в которых она участвует на уровне ООН, ВОЗ и еще где-то. То есть это такие индикативные показатели, путем сложения которых мы можем прийти к тому, что некая цена, которая появляется в рамках анализа этих индикативных показателей, она близка к экономически обоснованной. И поэтому она может быть признана экономически обоснованной. Понимаете? Уход в какой-то анализ вот этих вот издержек, он всегда будет неточным. Всегда будет неточным. И в этом смысле нужно как бы опираться на индикативные показатели. И вот ту методику в будущем, которую мы обсуждаем, и которую я там неоднократно как бы о которой я говорил, там прежде всего опора идет на индикативные показатели. Что для иностранных производителей, что для российских производителей. И в этом смысле положение российских производителей должно быть выровнено. Вот у нас все утро сегодня шла история, как бы нам создать инвестиционно привлекательные условия для иностранных производителей. Ну вот Алексей Репик совершенно справедливый вопрос задал. У нас если сложить эти условия, которые функционируют на российском рынке, у нас в дискриминационном положении находятся именно российские производители. Начиная с регистрации цены, с процедуры регистрации цены, заканчивая, значит, там, другими историями. И в этом смысле нам бы создать условия инвестиционно привлекательные для российских производителей. Это отдельная задача, которой Минпромторг занимается, не покладая рук уже, не знаю, лет 8, значит, так, сколько я себя помню, значит, там, так, в фармацевтике. И то у него, значит, пока не удалось выровнять полностью эту всю историю, понимаете, как бы. Это очень тяжелая задача. Штука в чем заключается, как бы, локализация импортозамещения. Это разные совершенно процессы, понимаете, локализация не является импортозамещением. Потому что, вот, вы привели пример, мы сидели с вами, вы, наверное, рассказывали, как вы приехали в Крым, а там, значит, компания Макдональдс закрыла Макдональдс. Понимаете, как вы говорите? Это было два года назад, да, там еще люди были. Макдональдс, тут, значит, компания Макдональдс в силу, значит, этих санкций международных, значит, так, просто закрыла Макдональдс. Понимаете? И не нашлось компании, которая бы зашла и начала производить булки, значит, эти котлеты так же эффективно, как Макдональдс, понимаете? А что говорить про лекарственные препараты? Вот когда иностранная компания без российского партнера строит, значит, там, амбар, в него ставят, значит, оборудование, значит, там, так, вот. Вот, и что-то там делает, наступают санкции, закрывается, значит, эта вся история, кто-нибудь может туда зайти, значит, и производить то же самое? Нет, не может, ну, вот. Поэтому это, как бы, да, это, там, классная история, как бы, рабочие места, то, о чем говорил Алексей Репик, так, но это не импортозамещение, понимаете, как бы. Вот, тем более, что мы видим, что многие компании, действуя на рынке годами, десятилетиями, получая с российского рынка миллиарды рублей ежегодно, миллиарды, понимаете, как бы, там, по 6, по 8 миллиардов ежегодно. Так и не ушли от упаковки, хотя каждый раз нам говорят, что, наконец-то мы настроились, сейчас уйдем от упаковки. Ничего подобного. 8 лет прошло, по-прежнему упаковка, значит, там, выходной контроль и все. А накопленная сумма, значит, которая была с российского рынка получена, уже давно, значит, превышает все, там, стоимости любых, там, значит, локализационных, там, всех этих историй. Это тоже важно всем нам понимать, вот. И в этом смысле, когда мы все тут рассказываем про институционную привлекательность, надо, значит, быть более откровенными друг с другом, как бы, да, то есть. А как же нам перейти от локализации к импортозамещению? Ну вот, это работа Министерства промышленности и торговли. Мне кажется, Сергей Анатольевич тут подробно рассказал все эти предложения, как бы, мне кажется, важно быть очень честными, как бы, да, в этом вопросе. Значит, мы должны ясно заявить, что упаковка не является, как бы, приоритетом. И закрыть эту тему. Мы должны ясно заявить, там, да, что есть перечень лекарственных препаратов, где нас интересует именно совместное с российским партнером, значит, развитие этих производств. Не просто самостоятельное строительство каких-то объектов, а именно вместе с российским партнером, там, в определенный, там, как бы, значит... А? Ну да, 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 вот. И это касается, конечно, не всех лекарственных препаратов, как бы, да, то есть, но должен быть некий, как бы, перечень, некий сигнал ясный, там, как бы, да, и для такого рода проектов должны быть обеспечены, вот, то, о чем говорил Сергей Анатольевич, как бы, хорошие, серьезные, преференциальные режимы, как бы, вот. Преференциальные режимы не должны касаться без исключения всего, понимаете, как бы, есть такие крупные вещи, которые нужно, как бы, там, поддерживать, а есть, пусть там, все это будет максимально освобождено от всякого рода, как бы, там, значит, барьер. А если вернуться к теме ценообразования, наверное, сейчас, погрузившись в эту тему, ну, видятся некоторые механизмы, методы, уловки, которым производители пользуются. То же самое, но с красной крышечкой, да, или, там, было номером один, стало номером 24, только цена возросла не в 24 раза, там, а гораздо больше. То есть, как вот ФАС смотрит на эти уловки и какие механизмы, вот, в ближайший год уже будут предусмотрены, чтобы ограничить от этого? Ну, мне на этот вопрос легко, значит, отвечать. Почему? Потому что рынок и так знает, как мы смотрим на эти уловки и чувствует это, как бы, я думаю, уловки на 90, там, с лишним процентов прекратились просто-напросто. Это, конечно, тяжело стало всем. Все так вздрогнули, понимаете, как бы, вот. И, в общем, как бы, и целом, как бы, мы видим, что сейчас все меньше и меньше, как бы, там, компаний пытаются эти уловки, как бы, там, применять. Ну, просто, что делать с тем, что уже было сделано? У нас же самый разнообразный рынок. У нас безумное количество, значит, клинически неподтвержденных, терапевтически незначимых дозировок, лекарственных форм, придуманных для того, чтобы обойти систему. Дозировки надо сокращать, их количество? Понимаете, мы, у нас, одно из наших предложений, как раз, кстати говоря, вот в этой вот дорожной карте, мы его обязательно на сайте вывесим, как бы, чтобы все могли ознакомиться и, там, прислать замечания. Мы его и формировали по, значит, предложениям, в том числе фармпроизводителей. Заключается в том, что, в принципе, регистрация лекарственных препаратов должна идти от клинических рекомендаций. В клинических рекомендациях написано, значит, так, что применяется, там, не знаю, там, лекарственный препарат, там, дозировкой 0,5. Все, поэтому приходят на регистрацию лекарственного препарата с дозировкой 0,49, 0,51, там, 0,48, 0,47, с теми же самыми показаниями, им говорят, спасибо, до свидания, мы в этом не нуждаемся, все, свободны. Понимаете, как бы, приходит, там, написано, что применяется, там, такой-то лекарственный препарат в такой-то лекарственной форме. Приходят с другой лекарственной формой. Они должны либо это показать в рамках полноценных клинических рекомендаций, что эта лекарственная форма создает терапевтические преимущества дополнительные, и тогда это должно быть отражено в показаниях применения, и в противопоказаниях, и в схеме лечения. А если это никак не отражено, а просто таблетки по-другому называются, спасибо, мы в этом не нуждаемся, до свидания. Понимаете, как бы, в этом смысле мы должны, как бы, дать ясный сигнал, как бы, рынку, в каких лекарствах мы нуждаемся, а это должно быть сформировано клиническими рекомендациями. А то, что касается комбинированных препаратов? Та же самая история, как бы, если есть какие-то надежные данные о том, что, как бы, препарат в комбинации сокращает риски определенные применения, да, и безопасность, там, и профиль безопасности возрастает, как бы, да, это должно быть отражено в соответствующих, как бы, разделах досье. Если это так, тогда, как бы, прекрасно. Если это не так, тогда, как бы, регистрация должна происходить с какими-то, значит, преимуществами, так же, как и в воспроизведенных лекарственных препаратах, как бы. Хорошо. Хотел бы перейти к ритейлу. Вот периодически поднимается тема, как производителю защититься от диктата оптичных сетей. И в этой связи есть некий параллельный рынок FMCG, на котором эта проблема решена тем, что есть закон о торговле. Но в этом законе о торговле прописаны некоторые исключения. В том числе туда относятся лекарства. Может быть, просто вычеркнуть оттуда лекарства? Ну, простые решения ведут прямо в тупик, понимаете. Есть такая поговорка. Дело в том, что закон о торговле, у него такая сложная судьба. Почему? Потому что там, во-первых, он не является изъятием из гражданского кодекса, в определенном смысле этого слова. Поскольку там презюмируется рыночная сила, и, соответственно, накладываются определенные ограничения. И мы обсуждали, периодически обсуждается тема расширить закон о торговле, включив в него непродовольственные товары, аптечные учреждения и организации. Но пока, я вам скажу честно, в Федеральной антимонопольной службе нет ни одного заявления от производителя, который бы жаловался на то, что давление аптечных сетей настолько серьезное, что не позволяет ему развиваться соответствующим образом. Закон о торговле возник не на ровном месте. Там было гигантское количество жалоб и изменение экономического состояния производителей и поставщиков продовольственных товаров, которое было зафиксировано инструментально, грубо говоря. И только после этого правительство приняло решение, и президент принял это решение. Для того, чтобы распространить закон о торговле со всеми его требованиями на аптечный рынок, экономическая ситуация должна демонстрировать, что противоречия настолько сильными, настолько они сильно влияют на экономические отношения, искажают эти отношения, что без участия надзорных органов невозможно сделать. Пока такого ощущения нет. Мы не видим ни в жалобах, ни в каких-то обсуждениях. Я понял. Жалуйтесь, коллеги, жалуйтесь. Нет, но если нет проблем, то не жалуйтесь, естественно. У вас много других жалоб. И еще один у меня есть вопрос, который как раз касается ритейла. На днях Федеральная антимонопольная служба вынесла предостережение топ-менеджеру одной аптечной сети в связи с тем, что там создана некая ассоциация, которая координирует деятельность участников. Но вопрос в том, что таких ассоциаций-то достаточно много, и они уже действуют. То есть не очень понятно. То есть у нас как бы теперь за гранью закона находятся эти ассоциации. То есть нельзя этим заниматься? Да, сейчас нет ассоциации с шестью тысячами аптек, но есть с тремя тысячами аптек. Где эта граница? Одиннадцатую статью – это соглашение и согласованные действия. Значит, так никто не отменял. Всякого рода такие закупочные союзы имеют признаки, которые как раз напоминают картель. Только картель не по продаже товара, а по закупке как бы. Это очень опасная история. Хочу предупредить всех желающих такие закупочные союзы создавать. Они в любом случае должны проходить эти соглашения, верификацию в антимонопольной службе, с тем, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта с уголовными делами. Одиннадцатая статья подразумевает в том числе и уголовные санкции. Это первое. А товарищу этому было вынесено предупреждение не только потому, что он пытался создать этот закупочный союз, а он еще допустил публичные угрозы в адрес компании. И в этом смысле это общественно опасная история. Когда люди мало того, что создают, они еще, поскольку, видимо, не могут обойти всех производителей и каждому поугрожать индивидуально, решают через средства массовой информации это осуществить. Это не очень правильная история. И поэтому предупреждение – это такой ясный сигнал федеральной антимонопольной службы, что сначала лучше думать, а потом говорить. Ждем очередной конференции через год и людей в синих костюмах. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Я предлагаю поаплодировать Мафию Витальевичу. У нас будет возможность и завтра еще продолжить формальную и неформальную дискуссию. Продолжение следует...